МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Заховать самое каштовное в регионе протягиваются митинги по трымку миру, спокою и безопасности. Великий педсовет. Задачи на новый научный год обмерковали наставники в области. Подарить клопот, привучить до працы, выхавать с оправданной каштовности. Дом с яминогаты Пустурова наведала наша здумачная группа. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Мы за Беларусь. У Гомеля протягиваются митинги за незалежность и мир. На некоторых побывали наши корреспонденты. И они погутерли с людьми, которые пришли на митинги побольше с Палацом культуры фестивальной и в центры города. Что чекает народ обчимарить и что его турбует? Далее в репортаже. Не глядяши на праливный дождь, митинг на площади Паустыня собрал молодь, працованные коллективы и просто необъяковых людей. Усе докладно ведают, для чего они тут. Подеи о последних тыднях турбуются людей. И они чувствуют небезпеку. Не только для будущего не их семья, а и краины в целом. Всегда лучше решать проблемы мирным путем. Насилие никогда к оружию не приводят. Только мирным путем. И только за свою страну независимую. Открытый микрофон могчимать для кожных из присутных выказать свои думки и почутки. Митинг по-заправдному объеднал. Пенсионеров и молось, працонных и представников улады. Им горка от того, как с дня нацку становишься Украине дестабилизовалася. Уже нема ранейшей упыльненности у завтрашнем дни. Еще несколько недель назад, наверное, никто не мог и представить, что наша Беларусь окажется на краю пропасти. Поэтому, конечно, мы собрались сегодня, чтобы еще раз подчеркнуть, что надо единство. Надо сохранить нашу страну за следующих поколений. Сохранить ее независимость. Не покояться зараз. Гэта нормально. Нормально турбоваться об далейшем лесе краины и себе самого. Жить у эпоху пирамена, час невызначенности. Гэта складана. Примать серьезные решения, круто менять жить все. Гэта выпрабавання. Все большь людей зараз жадаюць одного – спакою. Замес суцельного няурозу, яким охопленные миллионы. Мы просто за мир. Для себе и дятей. Кажут люди, які пришли на митинг до Палаца культуры фестивальной. Добра, мира. Из-за Александра Георгиевича Лукашенко пришли его поддержать. Мы хотим мира, хотим добра. Хотим быть все вместе. Спокойно спали, чтобы детки бегали спокойно по улице. Мы пришли за нашу страну сюда. Чего вы желаете, дядя? Мира, спокойствия, благополучия всем нам. Мы хотим, чтобы был компромисс, чтобы был диалог с нашим молодежью. Потому что мы их любим. Честное слово. Я хочу, чтобы наша страна была всегда такой же, как и ранее, сильной, красивой, независимой. Поэтому сегодня я здесь. На сцену один за одним выходят ветераны, жахары Советского района, молодцы, работники предприемства. Кранула промова украинцев, які знайшли тут вырятование подчас военных дейню на свою землю. Примусил задуматься из ворот девчонок до ветеранов. Я навыбачилася за то, что людям, які пройшли войну, знов и минавито у 75-ти годзе перемоги, доводяться бажать боль и покуты родных. Пронизливым было выступление старшини Гомельского областного объединения профсоюзов Алексея Неверова. Вы слышите со всех сторон призывы остановить производство. Вы знаете, что за этим стоит. Выход на площади, остановка производства и так далее. И хаос. А что дальше? А дальше идет банкротство производства. После банкротства невыплата заработной платы. А дальше? А дальше недостаточный средств в бюджете и невыплата пенсии. Вот это эпифиоз. Я очень хочу, чтобы вы не забывали те времена, когда остановилось производство не так давно. Когда на предприятиях задерживали заработные платы месяцами. Я это прекрасно помню. Я сам работал и сам из рабочей среды и в городе Гомель, в Гомельском районе. Я знаю, что такое приходи домой, и в день зарплаты твоя семья не видит зарплаты. Я от всей души, от себя лично прошу вас, не поддавайтесь на эти призывы. Будьте благоразумны. Коли сябры и члены семью оказываются по розных боках баррикад – это тяжко. Страшивать поразумения с родными и еще учора самыми близкими людьми – это трагедия. Политика поделила народ на лагеры. Але сдается, что все ждут только одного – просто вернуть в мир. Марина Жалов, Ольга Коновалова, Миколай Скидзиан, Валерия Гопанько, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Автоколонна с белорусскими стягами курсировала по Гомеле, коля сотня автомобилей приняли уделу пробегу за квитнеющую Беларусь. Старт на площади Ленина. До акции «Гомельчанин» долушались с семьями. По их словам, главная мета – мир, спокой, охова того доброго, что сделано за годы незалежности. За порядок в стране, за то, что сделано за 25 лет. Я это ценю честно и от души пришла сюда. Я хочу поддержать нашу любимую страну, потому что здесь всегда чисто, здесь спокойно. Мои дети не боятся поздно даже выйти там вечером на улицу. Я не боюсь выйти. Нам хорошо живется здесь, мы любим нашу страну. Разом мы сила. Под таким девизом проходил автопробег. Колонна техники проехала по головных транспортных магистралях города. В ее складе не только обычные легковые автомобили, а и раритетные экземпляры транспортных сродков. На финальном адреску пробегу до колонны долучились промысловые машины и сельско-господарчая техника, най-новшая и былых часов. По словах организаторов, акции «Аутоколонна» символизует супредстояние белорусской промысловости негативным тенденциям. И они заявляют, экономика – супред забастовок. Лепшие узоры айчинной промысловости на протягу выходных на площади Ленина будет представлено около 60 одинок техники. Это разностайные машины и обсталевания, которые отримали широкое применение в самых разных галинах народной господарки. На головной площади областного центра сегодня ближе до полдня начали сбираться люди. Многие приходили семьями. Городжане означают, познайомиться ближе с досягнениями белорусских вытворцев, вельми добрая махчимость, которой нельга было бы не вскористаться. Комбайны, погрузчики, грузовики, трактора, автобусы, воротовальная техника – и это далеко не все, что можно побачить. Особливая радость подчас наведывания выставы натиралась у детей. И они весело проводили час, проявляли цикавость до кожного экспоната, фотографовались разом с батьками. Дозволялось опынуться и внутри салона. Задоволенные маленькие гамельчане примирали на себе роль у водителя троллейбуса или пожарной машины. Я только что пришел на эту выставку, тут вообще красиво. Красивые все машины, нравится мне. Мы прошли по всей выставке, довольно интересно, много разнообразной техники, трактора, комбайны, пожарные машины, которые нам всем понравились. Ну и сейчас остановились на троллейбусе, посмотреть, как там внутри, кнопочки поднажимать. Все интересно, спасибо. Все понравилось, очень красиво. Ребенку нравится. Ну, техника нам нравится, внушительная, как бы, ну, хорошая, но как бы не мужчины, наши мужья в основном работают на такой технике. Ну, в целом, мне нравится. Я считаю, что, как бы, сильная выставка, очень сильная. Детям нравится, посмотреть, потрогать, посидеть разрешают даже. У них же только игрушечные такие машинки, а здесь все вживую, все настоящее. Выставка нашего производственного всех цехов, завода, это вообще замечательно, то, что у нас есть такое. Вот, хотелось бы, чтобы эта выставка была в реалии, на полях, везде. Потому что, и честно говоря, вот на полях такой техники не вижу. Там, где мы проживаем, вот в наших районах, хотелось бы, чтобы там было побольше. Ну, вот такое впечатление. Ну, вообще, красиво все, современно. Да не надо заниматься ерундой, одно слово. Надо работать, зарабатывать деньги, поднимать экономику. Это мое личное мнение. А то, что ветер в голове у молодежи, я считаю, это со временем, может быть, пройдет. Вот, когда они поймут, что вот, вот наша жизнь. Надо поднимать государство, а не давить его вниз. Я хочу сказать от имени всех благоразумных людей. От имени тех людей, которые умеют ценить то, что у них есть. И от имени себя, и от этих благоразумных людей. Я хочу сказать большое спасибо организаторам того, свидетелями, чего мы здесь являемся. Я считаю, что вот это более многословно, чем все митинги, которые проходят по нашей стране. Потому что вот это самое главное, что мы можем сказать. Часто важны не слова, а дело. И вот это все, что мы достигли. И я этим горжусь. И я за это буду бороться. У Гомельской области набирая обороты региональная акция «Сберем портфель першокласснику». Школьные наборы уже отримали больше за 600 детей. А сегодня старшиня Гомельского облываконка Магинать Соловей уручил подарунки четверым детям «Сямим Мушковец», якая проживая у одним из новых микрорайонов областного центра. Татьяна Одна выховывая до школы троих сынов. Усе яны уже школьники, двойнятки Женя и Ягор пошли в первый класс в минулом годе. Тогда перед початком нового научного года дети отримали портфели и добрые пожадания от губернатора. Зараз старшиня Бывганкама знов завитал гостей с веншаваннями. Геннадь Соловей потекавился поспехами кожных из детей и пожадал им текавой учобы. Керамник в области распавел, что в микрорайоне Дзержаве Сямьяна на этом тыдне заклали камень у подмурок новой школы. Это будет сучастный, текавый проект с бассейном и розными пляцовками. Завершить проектирование мают на меру листопаде и одразу же приступят до будовництва. Дети призналися, что хотели бы будущени влучиться в новой школе. Дети у меня замечательные, они все учатся, друг другу помогают. Учителя у нас тоже очень замечательные. Я очень всем вам благодарна, что вы пришли к нам. Геннадию Михайловичу благодарна. Вы нас так радуете, моих детей. У них столько впечатлений от того, что вот вы приходите, дарите. Помогаете мне очень сильно. Я вам вообще сильно очень благодарна. Я вас вспоминаю каждый раз. Я вам всем благодарна. Вы, я вот смотрю передачи, вы многодетом очень сильно помогаете. Я думаю, что люди вам всем благодарны. Ящедным подарунком для дружной детячей четверки и их мамы сегодня стала экскурсия у инновационно-аддукационный центр безопасности в специализованном лицее при Университете гражданской обороны МНС. На самом речи, какие политические баталии не отбывались в Украине, есть то, что неизменно. Охудка наступит 1-го вероятеля и для десятков тысяч хлопчиков и девочек начнется новый научный год. Лепшие педагоги в области собрались урешиться на традиционный Жневинский педсовет. Об выниках работы системы адукации в планах на ближайший год. Репортаж Ганны Каральчук. Больше до 700 работников голеной адукации Гомельской в области собрал все летний областный педагогичный совет. Яны лепшие из лепших. Те, кто подрыхтовал выдатника у переможца у республиканских и международных олимпиад. Кажут, что быть наставником – это призвание, которое дадено не кожному. Однако те, кто знаходит у себя схильность до педагогихи, застаются у профессии на долгие годы и передаются и по династые, а в работе стараются выкористовывать свои особливые фишки. Я из педагогической семьи, мне всегда нравилось то, чем занимаются мои родители. Я никогда не стеснялся этого. Я достаточно честный и прямой человек. Ну и, конечно, чувство юмора. То есть вообще тема, на которой я вышел в областной, в республиканский этап и буду представлять город Гомель и Гомельская область на республике – это интеллектуальные игры. То есть это эрудиция, это задор, дерзость, артистизм и то, что связано непосредственно с интеллектуальным творчеством и трудом. Почас пленарного посаджения старшиня Гомельская облваконка Магинац Соловей отзначил, что на плечах педагогов лежит тяжкая ноша. Зараз каждый наставник повинен быть саправдным психологом, размовлять с детьми, слухать их и учить разважать. С раннего возраста им треба проявить милосердность, почувание и справедливость. До того, что все лета педагогов ждал еще один выклик – в терминовом парадке организовать дистанционное навучание. Для тех, кто и ранее выкористовывал меда и информационные технологии в своих занятках, это было не складано. Используем программу смарт-ноутбук, к примеру, для того, чтобы как-то активизировать деятельность учащихся на уроках. Появились большие возможности информационные. То есть сегодня мы даем не традиционный урок, а урок, который позволит реализовать ребенка во всех его направлениях. И это очень важно. И, как я уже неоднократно говорила о том, что преподаватель, он должен быть на одной волне с учениками. Это очень важно. Дистанционное навучание должно стать удобным и доступным для всех. Коронавирусная инфекция подшторгнула нашу систему эдукации до створения одного электронного ресурса для школьников, который объединяет опыт лучших педагогов Украины. Платформу презентуют до конца этого года. Полновартостно функционировать она начнет наступным. Обмерковали на педсовете перспективы будовництва и реконструкции установы эдукации. На этом тыдне в микрорайоне «Хутор» Гомеля заклали камень у подмурок новой школы. Поспели открыть детящие сады в Гомельском районе, Петрикове и Гомеле. Все лета после реконструкции уведут школу в Кармянском районе и в 21 микрорайоне областного центра. Министр эдукации Игорь Карапенко подзякал местовым уладам за зробленное и выказал уповненностью тем, что работы протягнутся и далее. До речи, подчас встречи губернатор выдал грошовые премии особным отделам эдукации и установам на умоцевание материально-техничной базы. Например, Новобелецкий район Гомеля отримал 220 тысяч рублей. Закранули в разуме и после выборной подеи. Давайте уймем эмоции. Для нас важно обеспечить детство в стране, важно, чтобы дети были заняты, важно, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. И важно, чтобы сегодня мы прекратили вот этот вот буллинг, эти нападки на учителя, потому что учитель такой же гражданин своей страны, имеет на такое же право на свое мнение. И вместе с тем образовательный процесс и учреждение образования – это не место для политических баталий. Вот это тоже хотел бы подчеркнуть. Лепших педагогов в области ушановали гоноровыми грамотами и подзяками Министерства адукации, Гомельского облаканкама и Совета депутатов. Были уручены нагрудные знаки «Выдатник адукации». Особная овациями зал подтримал тих восемь педагогов, які в вересне представят нашу область на республиканском этапе конкурса «Наставник года». У Знагороды за особливый вклад в разведку адукации отримали предприятия, которые традиционно оказывают поддержку установам адукации в области. Добрые слова пригучали и в адрес ветеранов педагогической работы. Ганна Кральчук, Яугин Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Речицы. В «Гомель» завершаются нанесения дорожной разметки поблизу школьных установ и детских садков. Термин ее службы в середнем полгода. Обновление, звычайно, проводят с передпочатком навучального года. С 1 по 20 жюня супрационники специализованного монтажно-эксплуатационного предприемства провели работы каля 65 школ и 110 детских садов. Нанесены пиктограммы, дети и надписы школа. Адановлена разметка на пешеходных переходах. Подготовка к школьному периоду, в частности, нанесения дорожной разметки, дорожных знаков и надписи школа выполнена в полном объеме, качественно, в соответствии со всеми СТБ, которые есть в Белоруссии. Замечаний в ГАИ нету, поэтому детишки могут спокойно идти в школу. Но самое главное, водители будут видеть новую разметку, то есть больше дополнительных знаков, то есть обращать внимание. Ну, надеемся, что все будет отлично. У центра уваги «Дети» в Беларуси проходит республиканская акция МНС. Мета – протягнуть увагу до проблемы травматизма и гибели детей на пожарах у вынику недогляду. Первый этап протягнется до 31-го жнивня. Углед и перед основной аудиторией вратовальников станут батьки. Им нагадают про то, как важно научить детей правилам безопасности в онлайн-формате, а так само подчас особистой размовы в магазинах и гандлевых центрах. Другие этапы с 1-го по 10-го вирусня – пляцовки для мероприемств, навучальные установы, предприемства, место массового сбора людей. Методы работы – профилактические гутерки, прогляд тематичных фильмов, распоусюдживание информационных брошюр. К сожалению, статистика показывает, что в большинстве случаев получение огненных травм детей бывает два момента. Это неугомонное любопытство детей. И вторая причина – это оставление детей одних без присмотрения со стороны родителями. Конечно же, если в первом случае запретить ребенку познавать мир практически невозможно, то второй момент – побеспокоиться заблаговременно о безопасности своих детей – предоставляется возможным. Дом, где живет любовь. У 50-60-х семейного типа, что працуют на Гомельщине, приемных детей выховывают батьки по призвании. Подарить клопот, превышить до працы, выховать соправные каштовности. Такую миссию взяли на себя Валентина и Сергей Колосько с Турова. Их великий утульный дом наведал Дмитрий Котов. Валентина и Сергей Колосько завсёды марили об великой семье. С початку их доме з'явилися трое уластных детей. Однако завсёды и сновало ожидание дарить любого теплый нютым хлопчикам и девчонкам, которые застались без батьков. Валентина и Сергей повезли знакомую в интернат и не шаканно сами выросли взять на выхование дитя. Я говорю, такая на Сергея, на мужа. Можно, говорю, я с вами поеду? Я говорю, никогда там не была. Мне вот, говорю, интересно тоже. Посмотри, что там за интернат такой. Мы поднимаемся на крыльцо, и там такой мальчик, ой, такие черняги, такие черноглазые, такие красивые, подметая крыльцо, он мне так в душу запал. И я говорю на мужа, мы прямо в этом интернате в тот же день пошли к социальному педагогу, чтобы взять этого мальчика на выходные, на каникулы. А потом у него оказалось, у него и брат старший есть, мы и брата взяли домой уже на выходные. Так вот образовалась у нас приёмная семья. Приёмная семья створилась в 2004 году. В 2015 году она переехала в дом семьи Наготыпу. За 16 годов Валентина и Сергея выховали больше за 30 детей. Кожного из них мкнулись завсюду и окружить клопотом и любовью. Боголовная, как дитя отшувала себя счастливым. Мне кажется, я всё своим детям отдаю, всю себя. Дети, ну вот. У меня просто такого нету, что ребёнок сказал, я хочу там яблоко или грушу. Я сказала, у меня на данный момент нет денег. Я себе не куплю что-то, но ребёнку надо, если он хочет, значит надо дать. У меня такие дети, что они лишнего не просят. Для Валентины и Сергея самое главное, чтобы у детей всё отрымалось в жизни. Шмак, что залежит от выхования, и тому увага этому надается самое серьёзное. Детей треба не только захворчивать, а и привучать до дисциплины и працы. И они завсёды допомагают батькам по господарцу. На территории дома семейного типа три теплицы, где выросшаются огурки и помидоры. Уроджай сбирают усе разом. Городина призначена как для властного корыстания, так и на продаж. Працуют, до речи, дети не только в теплицах. Мы всегда зимой вместе работаем. Они помогают и с дровами, учают дров их колоть. А когда пились, я пил сам без опыта, потому что это опасно. За рассудомесями нахотыпу восемь детей. Быть для их батьком – великая отказность. Однако, по словах Валентины и Сергея, это их неплохо. Вот с такими малышами, сейчас зубки пойдут. Ночь опять, ночи бессонные. Меня это вообще не напрягает. Я ночью, мне ни разу не было такого, что я не хочу встать к ребенку, или я устала, или что. Нет, такого никогда не было. Меня это не напрягает, детки маленькие. Мне они, как можно вот на такого ребеночка сердиться или что? Нет, он, конечно. О, какой он счастливый. Самое главное – у семьи колоську одинства. Я не любят проводить разом час дома и отпочивать на природе. Только разом, выполненные Валентина и Сергей, можно досягнуть многого. Когда у семьи есть поддержка, взаимодопомога и разумение, можно с всем справиться. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. Это иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Усяго доброго и до встречи в эфире.